Передвижной медицинский комплекс за 157 миллионов тенге не может добраться в удаленные села Кустанайской области. Причина в плохих дорогах. Автобус разрешено использовать только там, где есть асфальтовое покрытие. В противном случае в поездке можно повредить дорогое медицинское оборудование. Моя коллега Ежану Тевова продолжит тему. Этот современный медицинский комплекс появился в Карабалыкском районе в прошлом году. На него возлагали большие надежды. Предполагалось, что автобус будет ездить по отдаленным районам, оказывать медицинскую помощь и проводить обследование населения. Однако мечтам сельчан не суждено было сбыться. Из-за разбитых дорог медицинский автокомплекс может добраться лишь туда, где есть асфальтированная дорога. К сожалению, конечно, автобус может передвигаться только по хорошим асфальтированным дорогам. Оборудование надо беречь. Если мы его разобьем на наших бездорожья, то это будет чревато последствием, что население вообще останется без выездной помощи. Первые повреждения дорогой медицинский комплекс уже получил, хотя выезжал в отдаленные села всего 10 раз. Ну, низкий сильно. Дороги-то у нас, знаете, какие сами. Ну, где асфальт, только в те деревни ездим. Где асфальта нет, не едем туда. Ну, тут заклад ездили уже, немножко задели бампером, погнули бампер. Село Сарукуль всего в 25 километрах от райцентра, но медицинский комплекс из-за бездорожья добраться сюда не может. Местные жители отрезаны от мира ухабами и ямами и не могут даже получить экстренную помощь врачей. Скорые к нам не ходят. Утром встала и как бы резкая боль в области груди. Потеряла сознание, потом очнулась. Это было в апреле, еще снег лежал. И, в общем, доползла в дом, разбудила своих. Пока мы нашли машину, пока прибежала медичка. Треть дорог Карабалыкского района находится в неудовлетворительном состоянии. А это значит, что десятки сел отрезаны от цивилизации, а сотни людей не могут пройти полное медицинское обследование. Им нужно либо самим ехать в районный центр, либо ждать, пока сделают дорогу. Районные власти заявили, что в планах начать ремонт как минимум двух сельских трасс. Бюджетные заявки поданы и находятся на рассмотрении в местном послехате. Но это значит, что поликлиника на колесах сможет приехать к сельчанам не раньше, чем в следующем году. Айжан Утилова, Габиден Жокушев, телеканал Атамикен Бизнес.